Встреча с октября 2017 года ведет борьбу с этими безумными требованиями прокуратуры о добровольном удушении. Мы уже написали больше 5 обращений и к Володину, и к Путину, и к наш Госсовет, и к Госдуму, и каждому депутату Госдумы от Татарстана отправлены обращения с юридическим обоснованием того, что вот этот вот законопроект, который внесен депутатами Аршимовой, Николаем и другими 10 апреля 2018 года, он абсолютно противоречит Конституции, но, как видите, вот 19 июля, они уже первые, будет первое чтение, и они будут как раз этот безумный, абсолютно антиконфессионный, провокационный законопроект, они будут почему-то обсуждать, и, скорее всего, даже могут они его даже принять. Ответы получили? Да. Ответы на эти обращения? Ответы, да, от комитета получены, что... Факт приноса почты был? А? Факт приноса почты был? Что вот... Направили ваше спичко на рассмотрение. Что спасибо, что законодательные деятельности мы будем учитывать. А, будем учитывать. Да, вот так. Вот нам ответил, в частности, депутат Фанрахов. Наш депутат раздуман от Татарстана. Ну, что можно сказать? Что в 2002 году житель Татарстана Хапугин подал Конституционный суд. Он там утверждал, что освящение его детьми татарского и русского языка в равных объемах повышает его конституционные права. Но 16 ноября 2004 года Конституционный суд Российской Федерации выпустил постановление номер 16-П, где вот было написано, что признать нормативное положение, устанавливающее что-то татарские и русские языки, государственные языки, республика Татарстан, образовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего образования и учреждениях в равных объемах непротиворечивающей Конституции Российской Федерации. Просто думаем. По-моему, тут исчерпывающие... Вот я не рис, я понимаю вот это положение, но 450 депутатов Государственной Думы, вот почему-то на них не доходят. Также мы пишем им о том, что напоминаем авторам законопроекта о том, что согласно Федеральному Конституционному закону от 1.07.1994 года номер 1 ФКЗ о Конституционном суде РФ в статье 79 решение Конституционного суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжалованию. По-моему, это тоже исчерпывающим. Мне это вот понятно, что вот решение Конституционного суда, что вот этот законопроект, который подали депутаты Оршиново, Саралиево, Наталайево, он как раз нарушает вот это восстановление Конституционного суда. Есть еще один очень плохой момент. Вот когда мы узнали о том, что 19 июня будет рассматриваться, а на самом деле нас успокаивали, что все переносится на осень, и мы будем вас слушать, будем слышать. А сейчас переносится на 19. Вот в связи с этим дурацким чемпионатом мы не можем выкидать на одиночный пикет. Хотя вот в указе президента там не сказано об одиночном пикете, но вот наши правоохранительные правоохранители, мы решили, что одиночные пикеты тоже есть. За них тоже арестовывают, за них дают штрафы. И далее уже мы бы собрали хотя бы большой митинг, мы бы пригласили на этот большой митинг тех же Камыков, тех же Штюваши, все наши республики пригласили, мы бы собрали большой митинг. Мы не имеем такой возможности. О резолюции считаю, что главное тут сказано, то есть требуем снять рассмотрение законопроекта, номер вот этот. Вот это главное тут сказано, и государственные языки национальных республик должны быть обязательными для их граждан. Ну, я тут сейчас должен сказать о безграбельности депутатов Госдумы, потому что они путают два совершенно разных понятия. Государственный язык республики в составе РФ и родной язык. Это совершенно разные понятия. Я надеюсь, что присутствующие здесь это понимают. Это совершенно разные вещи. У меня есть дополнение к резолюции. Дело ведет не столько о языках, сколько о государственности республики. То, что делают эти государственные языки добровольными, уже означает деградацию государственности. Потому что что это за государственность, которая не может у себя в республике установить свой язык? Кто-то сверху сказал, давайте сделаем. То есть это прямое покушение на государственных республик в составе РФ. Поэтому я предлагаю резолюцию нашего собрания включить вот после первого, после второго абзаца включить вот такие слова «Извещение государственных языков республик РФ на добровольной основе оцениваем как покушение на государственность коренных народов РФ и на государственных республик народов РФ. Я уже сказал о том, что мы начали бороться за это еще в октябре. И мы обращались к нашим депутатам Госдумы РФ о том, что вот вы должны обращаться к Володину, вот вы должны бороться. А от них никакой реакции, это просто какая-то... Какие-то косметические были у них выборы с их стороны. Сейчас есть со стороны Гильмутинова председателя комиссии по национальностям Госдум, Госдум, Госдума РФ. Какие-то наши... Еще в апреле наш Госсовет принял постановление, где возражал против этого безумного законопроекта. В Америке 33, 38, 8, 63. Но их требование было совершенно такое, очень-очень мягкое, о том, что все это должно обсуждаться. Да не должно обсуждаться законопроекта, безумный законопроект. Он должен быть отменен, безусловно. Не должно обсуждаться. Вот даже тут наш Госсовет... Даже тут наш Госсовет поступил мягко, поступил беззубо. А не говоря уже о наших депутатах, о наших 15 депутатах, ну, они, наверное, считают, что 15 депутатов против 421, это как-то слабо. Я так не считаю. Я считаю, если бы 15 депутатов выступили с письмом, открытым письмом к Володину, где потребовали отмены этого безумного законопроекта, это было очень сильно, а не слабо. Они, наверное, считают, что это слабо, считают себя слабыми. И не борются за наш народ, не борются за нашу государственность. Я это подчеркиваю. И поэтому Центрарьский общественный центр выступает за то, чтобы начинать собирать подпись в Татарстане, чтобы их отозвать с гражданами. А что касается нашего депутата Госсовета, Госсовета РТ, как сегодня Татарстан, то мы еще в ноябре 2017 года выступили с инициативой, они обратились к им предложениям, чтобы они самораспустились. Потому что в нашей Конституции есть стадия, где предусмотрен самороспуск Госдумы и потом новые выборы Госсовета. Самороспуск нашего Госсовета и в дальнейшем новые выборы Госсовета. Мы писали о том, пусть придут настоящие депутаты, которые будут бороться за татарский народ, за татарское государство. К нашей резолюции, к нашему собранию, мое добавление еще, мы обращаемся к депутатам Госсовета РФ от национальных республик и депутатам национальных парламентов этих республик. Требуем, чтобы вы исполнили свой долг перед народами республик. Требуем, чтобы вы срочно обратились к председателю Госдумы РФ с предложением снять рассмотрение этот антиконституционный, провокационный, антинародный законопроект номер 438-863-7. Есть два вопроса на самом деле. Вопрос срочный. Это что нам делать в этой конфликтной ситуации, как там бороться. Есть другой вопрос. Все прекрасно понимаете, что мотивации изучать родной язык нет не только у статарстана, мотивации изучать нет родной язык и у татар тоже. И на самом деле не та только одна. Не та только в том, что мы в четко неоптекуленном вещи на самом деле мы давно-давно известны. О пользе полилингвизма билингвизма. Я в данном случае могу сказать просто как специалист в этом вопросе. Я занимаюсь психологией даренных детей. И билингвизмом я интересуюсь в своей профессиональной области тоже. Вот это научный факт. Сему миру известны. Но естественный билингвизм способствует развитию одаренности у детей. Благодаря естественному билингвизму у детей формируются новые нейронные связи в мозге. Изучение с раннего возраста ни одного языка, а двух, тем более из разных языковых рук. Потому что наш язык, он не индоевропейский. Это совершенно другая логика языка. Это совершенно другое представление о мире. Это совершенно другой способ думать. И если это делать качественно, к сожалению, не так, как это делал до сих пор в Татарстане, если это делать качественно, то это будет способствовать формированию новой элиты. Я вам скажу, что, например, татары-тудецких лицеев, которые вот наши сейчас интеллектуальные молодежи, они в свое время успели получить такое образование. Если заниматься вот этим вопросом, если заниматься накачиванием не физических мышц, не спорт, в Татарстане вкладывать деньги, а вкладывать в интеллектуальное развитие, если пропагандировать принцип того, что если ты билинг, естественно, из рождения, то это твой бонус, что это дважды, трижды, четырежды повышает твои шансы для того, чтобы стать умным, для того, чтобы быть полилинговым в дальнейшем, чтобы говорить на нескольких языках. Если мы это будем пропагандировать, а это правда, это ничего не надо придумывать. Если этим заниматься, то мотивации будут не только Татар, мотивации будут у русских, чтобы это делать. По-моему, вот этим никто почему-то не занимается. Это пропаганды никто не занимается, хотя это информация, которая на поверхности. И ничего искусственно делать не надо. Это естественно. И вы думаете, ничего не надо? Вы думаете, ничего не надо? Моя мама 40 лет проработала в школе. А в Казани. И я знаю это, и от нее, и от всех ее коллег. Я знаю вот свои собственные практики. Я до двух лет не говорила по-русски вообще, я была изолирована. Я до трех лет изолировала своих детей в условиях Москвы и от русского языка. Так вот, в таких условиях у детей, если у них сокранный интеллект, у них абсолютная грамотность русскими языками. Вы сами знаете, что дети, которые говорили с рождения на Татарском, а потом начинали учить русский, говорят на русском языке, владеют русским языком лучше, чем его носил. Это абсолютный факт. Это никто не будет отрицать. Если мы это будем пропагандировать, нам опять-таки ничего не нужно сказать. Спасибо. Спасибо.